Предлагаю начать наш импровизированный классный час. И хочу сказать вот о чем. Около месяца назад в России был введен вынужденный режим самоизоляции. И в подобной ситуации оказывались также и великие умы прошлого. Так великий русский поэт Пушкин провел часть своего времени на карантине. И знаменитый и на редкость плодотворный период в творчестве Пушкина называется «Болдинская осень». И благодаря неприятной неожиданности состоялся именно этот период его жизни. И поэт оценил вдохновение, которое подарила ему Болдина, и затем не раз туда возвращался. И в поместье были написаны «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка», «Золотом Петушке» и многие другие произведения. И плодотворным оказался период карантина и для великого ученого Ньютона. Тогда же и зародилась его теория всемирного тяготения. При этом яблоко, вероятно, не ударяло его по голове, но за окном была яблоня. И, возможно, она и вдохновила его на открытия. И это далеко не все примеры шедевров и открытий, которые создавались в режиме изоляции. И мы с вами в удивительное время живем, ребят. Нам посчастливилось стать свидетелями невероятного исторического момента. И причем слово «посчастливилось» далеко не все ставят в кавычки. У всех медалей есть две стороны. И говоря о вынужденном режиме самоизоляции, хочется сказать, что у этого явления есть как противники, так и те, кто считают это время поистине благостным. И сегодня я предлагаю вам в форме дебатов, я надеюсь, нам предстоит очень интересное обсуждение, в форме дебатов обсудить этот вопрос. «Самоизоляция» — это добро или зло? И у нас с вами будет две команды участвовать. Это утверждающая сторона и отрицающая. У утверждающей стороны будет следующее мнение. И вам предстоит защищать следующую точку зрения. «Самоизоляция» как благо. У ваших оппонентов отрицающей стороны точка зрения иная. «Самоизоляция» несет в себе только негативный аспект. Позвольте озвучу состав ваших команд. Утверждающая сторона. «Самоизоляция» как благо. Никита, Егор, Катя, Полина. И сторона оппонентов. «Самоизоляция» несет в себе только негативные моменты. Рома, Дима, Ира и Дина. И прежде чем мы перейдем в залы для обсуждения, позвольте напомнить основные принципы ведения дебатов. Первый. Обязательно уважайте личность участников и оппонентов и их суждения. Второй принцип. Честность ваших высказываний и аргументов. Верьте в то, что вы заявляете. И, конечно же, несмотря на то, что ваша основная задача доказать свою правоту и быть убедительными, помните, что мы в процессе игры, и мы с вами учимся. И немного напомню о регламенте. На работу в командах вам будет отведено 7 минут. Затем, когда мы вернемся в общий режим, на каждого участника и на выражение собственной мысли будет по минуте. И сейчас, позвольте, распределю вас по залам. Вы готовы? Да. 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 Минутку на распределение. Так, участников у нас 14, залов 2, вручную. Итак, сессионный зал 1 у нас. Никита Губаревич, Егор Ермолаев, Катя Каверзина и Полина. И в зал номер 2. Анна, вас не распределяю? Приглашаю вас в залы. Пар suscriпы, рекомендуйте. Так. Так. Спасибо. Спасибо. Как тебя пригласило, Никит? Ну, меня во второе пригласили, там эти, там Рома, ну короче, они мои. Угу. Секундочку. Всё, Никит, ты впервые отправляешься. Получил приглашение, Никит? Продолжение следует... Все, минутка, и у них, я думаю, все готово. Продолжение следует... Я секундомер с собой не прихватил. Я прихватила, я буду вам в помощь. Увеличительное стекло прихватил, Ром? Я надеюсь, что ваше обсуждение будет благотворным. И сейчас мы приступаем, собственно, к обсуждению. А время карантина, самоизоляции – это благо или зло? Я предлагаю первому участнику утверждающей стороны высказать свое мнение. И на это у вас минута. Это команда «за»? Это команда «за» утверждающей стороны. Да, вот я. В наше время достаточно технологий, чтобы благоприятно оставаться дома. Например, это есть доставки еды, доставки лекарств и вообще доставки всего. Техники и так далее. То есть оставаться дома – это реально. Но еще лучше – это самообразованием заняться дома, сидя. Есть онлайн-ниверситеты, онлайн-школы. Прекрасное времяпривождение можно себе организовать. И чему-то научиться. И никуда не выходить, в принципе, дома. В комфорте находиться. И, как вы говорили в презентации, некоторые ученые даже свои открытия сделали, сидя на самоизоляции. Поэтому я считаю, что это очень даже хорошо. Передаю слово оппонентам. Спасибо за твою точку зрения. Она была очень интересной. Оппоненты, ваше мнение? У вас есть что сказать? Рома, микрофон. Роман, микрофон. Да, постоянно забываю. Мнение противоположной команды нам понятно. Но все-таки мы придерживаемся того, что самоизоляция несет негатив. Бенджамин Франклин говорил, пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Есть люди, которые жили только за счет поддержки общества. Со слабой психической системой. И не у всех людей есть возможность и умение пользоваться современными технологиями. Поэтому сейчас, в это трудное время, многие личности деградируют. То есть, начинаются какие-то расстройства, алкоголизм. Правительство борется с этим, то есть, вводит запрет на продажу алкоголя в позднее время. И сейчас очень большая нагрузка из-за таких личностей на полицию, которая постоянно выезжает, разбирает домашние конфликты и попросту пытается примирить людей. Роман вынужден вас перебить. Мы считаем, что негативный момент, один из негативных моментов самоизоляции является в деградировании личности. Спасибо. Очень хорошее, аргументированное мнение. Роман, благодарим вас. Слово передается второму участнику утверждающей стороны. Ваша точка зрения, она имеет место быть, но мы все-таки придерживаемся своего мнения. И мы считаем, что самоизоляция вообще сама по себе это профилактическая мера, которая позволяет сдерживать темпы распространения заболеваемости. То есть это позволяет избежать в одно время большой нагрузки на врачей, на медработников. То есть это позволяет растянуть вот этот вот период и помочь и правительству, и государству справиться с этим недугом, так сказать, в более гладкой форме. То есть ваш тезис про, собственно, цель, самоизоляция, сдерживание волны эпидемии. Очень хороший довод. Есть что сказать стороне отрицания? В принципе, мы согласны с вашими утверждениями, но я считаю, что самоизоляция все-таки зло, так как у человека может развиваться депрессия, когда он находится в одном месте долгое время, общается с одними и теми же людьми, делает одну и ту же работу. Ему это надоедает, и когда день проходит как по расписанию, то есть у него каждый день одно и то же. Я считаю, что все-таки это зло. Мы, точнее, считаем, что это плохо. День сурка наступает, иными словами. Да, да. Каждый день похож на предыдущий. Интересная точка зрения. Есть что сказать по этому поводу у утверждающей стороны противовес? Конечно же, есть. Я выслушал Буматрия, но я вынужден с ним не согласиться, так как один из плюсов нахождения на самоизоляции – это возможность провести время с семьей. Сейчас я объясню, почему. Когда мы проводим время с семьей, у нас укрепляется семейная связь как одна из причин, почему стоит проводить время с семьей. Также у ребенка появляется доверие к родителям, и у родителей к ребенку. Мы можем изучить что-то новое от тех же родителей. Они могут нам передать свой семейный опыт, свои семейные традиции. И мы можем научиться справляться с какими-то трудностями совместно со своими родителями. Я все сказал. Передаю слово оппонентам. Спасибо за такую эмоциональную подачу, харизматичную, Егор. Оппоненты, пожалуйста. Вы согласны с вашей точкой зрения, но самоизоляция несет зло и для людей, которые занимаются спортом, для спортсменов. У них нет возможности где-то тренироваться, все спортзалы закрыты, бассейны закрыты, и люди на это жалуются. То есть их физическая форма, нет возможности ее поддерживать. Для многих это большая проблема. А касаемо вашей группы, это стала проблема для кого-нибудь из участников? Мне плохо без волейбола. Угу. Но ты опять же из... А, да-да-да, все верно, ты из стороны отрицания. Угу, все верно. Итак, у нас еще участники остались. Вам есть что сказать в поддержку вашей стороны? Нам сказать? Нет, у нас получается сторона утверждающая. Катерина. А, я? Да, мы согласны с вашим мнением, но все же мы считаем, что это приносит пользу. И хотя бы даже для планеты. Она стала чище. Заводы значительно сократили объем производства. Некоторые даже закрылись. Значит, воздух стал чище. Люди меньше выходят на улицу и меньше мусорят. И на дорогах снизилось количество водителей. И, как следствие, стало меньше ДТП. ну и меньше выхлопных газов. И тоже воздух стал чище. Екатерина, весьма весомый аргумент. Большое спасибо вашей команде. И есть что сказать стороне отрицания по этому поводу? Противовес. Мы согласны с вашим мнением, но мы считаем, что один из существенных минусов самоизоляции это то, что не у каждого учащегося есть доступ к интернету. И, следовательно, они не смогут получить дистанционное образование. Например, в наших деревнях Погучанского района, например, в Токучете у людей даже нету компьютера. И как они могут получить образование? И еще плюс сайты для дистанционного обучения постоянно перегружены, и невозможно что-либо в них сделать и выполнить какую-либо работу. Подытоживая все вышесказанное, может быть, отключись, Диночка, пожалуйста, Фониш. Подытоживая все вышесказанное, я сейчас предлагаю участнику от команды утверждающей стороны и участнику от команды отрицающей стороны подытожить еще раз все ваши мысли, чтобы мы смогли определиться, кто был сегодня более убедителен и высказался наиболее убедительно в теме самоизоляция. Это благо или зло. Из команды утверждающей стороны кто возьмет на себя такие полномочия? Команда утверждающей стороны. Может быть, Полина? Давайте. И из команды отрицания я думаю, Роман справится со своей миссией хорошо. Или, может быть, Дима же знает. Вам нужно время для того, чтобы собраться с мыслями? Минутку. Минутку. Это будет окончательный, так скажем, забьем окончательный гвоздь в наше сегодняшнее премие. Суммируя все вышесказанное вашей командой. Если вы готовы, мы готовы вас выслушать. Мы готовы. Подводя все вышесказанное в нашей команде, хочется сказать, что все-таки мы считаем, что у самоизоляции больше плюсов, чем минусов, поскольку это дает очень много возможностей. То есть, это возможность делать то, до чего раньше не доходили руки, появляется больше свободного времени. Также, это возможность проводить время с семьей, потому что в обычной жизни времени на это может не быть, поскольку школа, работа, различные секции, мы редко бываем дома. А сейчас всему этому можно посвятить время. Также происходит своеобразная переоценка ценностей, то есть, происходит, мы понимаем, что свобода это то, что у нас есть, и когда сейчас мы вынуждены сидеть дома, мы понимаем, что это то, что мы порой не ценим в обычной жизни. Также, это позволяет вообще в целом снизить темп развития заболеваемости, то есть, это позволяет растянуть этот период, и также это благоприятно сказывается на планете, поскольку, как сказала Катя, закрываются заводы, а меньше машин на дороге, то есть, очищается воздух, в принципе, планета, и, в общем, да. Вот мы считаем, что у самоизоляции больше 300, чем нет. Большое спасибо за ваше мнение. Полина, спасибо. Роман. Ваше мнение, понятно, но все же мы до сих пор считаем, что самоизоляция несет только негативные моменты. Во-первых, времени больше не стало, поскольку добавились различные домашние дела, так как, если раньше мы могли отвезти детей в детский садик, то сейчас детские сады закрыты, и домашняя нагрузка возрастает. Общение с одними и теми же людьми напрягает, и поэтому даже в самой благополучной семье могут возникать конфликты, основанные вообще ни на чем не основаны. Также психологический момент, то, что могут возникать депрессии, и начинается деградирование слабых личностей. Еще хотелось бы добавить то, что эта самоизоляция всегда будет негативно сказываться на спортсменах, то, что мир лишается хороших спортсменов, на учениках, то, что не все ученики могут продолжать самообразование, может быть, мы теряем гениев. Конечно, да, это плюс для всей планеты, но огромный минус для общества, поскольку из-за закрытых заводов начинаются проблемы с экономикой, и сейчас это мы видим по курсу нефти на сегодняшний день. Итак, хотелось бы еще сказать, что какой бы самоизоляция ни была, положительной или отрицательной, надеюсь, то, что мы переживем это трудное время и вынесем для себя уроки. Спасибо. Роман, спасибо. Я как раз сейчас смотрю на записи в своем блокноте, у меня примерно такое же. Карантин не повод для расстройства, а повод для открытия новых возможностей. Вы знаете, вот у нас вообще в классических дебатах должна присутствовать нейтральная третья сторона, то есть слушатели, которые и выносят вердикт, какая сторона сегодня была более убедительна. Но так как у нас с вами формат таких не классических дебатов, а все-таки экспериментальный, сжатый, я хочу у вас спросить, вы можете сейчас отбросить в сторону, в какой команде вы находились, и как по вашему мнению, кто был убедительнее? Как вы считаете? Отбросив? Конечно, мы. Ну, мы невозможно отрицать то, что самоизоляция ненужная вещь. Это в первую очередь безопасность себя и своих близких, вообще людей. но есть же другие меры. И помимо того, что эта мера действительно не просто вынужденная, а нужная, это действительно период для огромное поле и сфера для саморазвития, и тем же спортом можно заниматься и дома. Было бы желание. Но если бы... К сожалению, даже олимпийские спортсмены высказывали это мнение, то, что это невозможно, то, что они теряют форму. По автосцентре. Возможно, мы... Если вы просто сферонные пункты раньше закрыли, тогда ваша точка зрения была бы верной. Мы продолжаем премию. Возможно, я отношусь к сторонникам самоизоляции, потому что для себя открыла тоже, знаете, такие вещи, которые я почему-то не начинала в период обычной жизни. Как, например, правильное питание. Почему-то я начала это делать именно сейчас. И, возможно, субъективно я все же на стороне ребят, которые были стороной утверждения, и их доводы мне показались действительно очень внушительными. Ребят, я благодарю вас сегодня за участие на нашем классном часе. В нашем классном часе. I am proud of you so much and you may leave the meeting. See you tomorrow. Thank you. До свидания. До свидания. Bye. Bye. Thank you. До свидания. Bye. 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 Bye.